Посмотрев это видео и применив данную информацию, вы сможете накачать свои плечи в десятки раз быстрее и более эффективно. Смотрите до конца. Привет, друзья! Меня зовут Юрий Спаса-Кукотский, и это видео мне помогает снять два очень классных блогера. Это практикующий бодибилдер Михаил Романов и мастер научной теории Тёма. То, что я скажу вам сейчас, это очень серьезно. Мне действительно удалось найти секрет очень эффективной раскачки плеч. Любой человек, который попробует мою методику тренировки плеч, убедится, что его плечи растут, растут быстро и с такой скоростью, с которой они никогда не росли прежде. Хорошим примером может быть последователь этой системы Михаил Романов. Он попробовал тренировать плечи по этой системе всего лишь в сентябре, в прошлом. И вы сейчас увидите фото, на котором вы видите, как изменились его дельты за этот непродолжительный период. Это не обман и не бизнес. Я предоставляю эту информацию совершенно бесплатно и бескорыстно, потому что я не хочу, чтобы с вами произошло то же, что и со мной. У меня всегда отставали дельты, причем особенно средний и задний пучок. И на протяжении более чем пяти лет я регулярно и усиленно тренировал плечи, повышал веса в жимах. Я полностью отдавался традиционной методике тренировки плеч на все 100%. И ждал, когда же, наконец, плечи начнут расти. Но они так и не начинали. Я понял, что что-то нужно делать. И потом, когда, наконец, мне удалось сформировать все принципы этой методики тренировки плеч, я начал по ней работать, то за 6 месяцев я получил больше результатов, чем за многие годы занятий до этого по традиционной системе. Я не хочу, чтобы вы тоже тратили свое время напрасно. Поэтому отнеситесь внимательно и досмотрите это видео до конца, и вы быстро и непременно накачаете себе классные плечи. Основные принципы данной методики таковы. Первый принцип тренировки плеч нужно начинать с раскачки средней и задней дельты. Второй принцип методики, когда вы выполните по одному или по два упражнения для задней и средней дельты, можно уделить немного внимания передней дельте или не тренировать ее вообще, так как она ударно работает в день тренировки грудных мышц. Например, при жиме на наклонной скамье. Третий пункт. Упражнения для задней и средней дельты нужно выполнять в строго определенной технике, иначе вся нагрузка будет похищена другими мышцами, бицепсами, широчайшими мышцами спины или той же передней дельты, и все равно плечи не вырастут. Четвертый пункт. При работе на средней и задней дельты нужно использовать силовой принцип тренировки. Постоянно увеличивать рабочие веса и не делать более 8 повторений в сети, пока вы не достигнете достаточных силовых показателей. Это махи с гантелями по 20-30 кг для любителей и махи с более тяжелыми весами для профессионалов. Пятый пункт. Тренировать среднюю и заднюю дельту нужно в ограниченной амплитуде, иначе нагрузка будет украдена трапециевидными мышцами. И, наконец, шестой пункт. Если рабочие веса не растут, необходимо подключить чейтинг к тренировкам, так как рост рабочего веса необычайно важен. Свои плечи я накачал по видео Юрия. Я об этом уже был снят целый видеоролик, ссылка на который есть в описании к данному видео. Также о тренировке плеч был снят целый фильм, ссылка на который тоже есть в описании. Посмотрев на меня, вы можете убедиться, что данная методика работает не только на Юрия. А я буду задавать Юре каверзные вопросы, чтобы он объяснил, как и почему работает его система. Вот, Юр, ты перечислил шесть пунктов, как надо тренировать дельты. И у меня сразу вопрос, а как же индивидуальный подход, о котором сейчас все говорят? Или можно прямо вот шесть пунктов делать и забыть обо всем остальном? Что касается индивидуального подхода, то это святое. Например, у Михаила Романова отставал не только средний, но и передний пучок дельтовидной мышцы. Поэтому он начинает тренировку с того, что он выполняет джимы. Но он не отдает джимам большую часть времени тренировки. Он оставляет достаточно ресурсов для тренировки средней и задней дельты. И во всех остальных пунктах он придерживается данной методики. То есть он выполняет махи с тяжелым весом. Он выполняет махи в рывковом стиле. Он придерживается именно определенной техники, именно той амплитуды, что нужно. Поэтому у кого отстает передний пучок дельты, тот может поставить жимы в конце или даже в начале занятия, если ему удастся при этом развивать среднюю и заднюю дельту. Мы сейчас подумываем с Михаилом о том, чтобы перенести жимы, попробовать экспериментально на конец занятия, чтобы еще больше развить заднюю дельту и начинать тренинг именно с задней дельты. Так, плечо у нас состоит из переднего, среднего и заднего пучка. Юр, ты утверждаешь, что приоритетно нужно качать именно средний и задний пучок. Но почему? Обычно передний пучок дельты переразвит. Во-первых, он с генетической точки зрения, то есть от природы. Зачастую именно самый крупный у человека, даже который еще не начал тренироваться. Потому что передний пучок работает во всех ударах, во всех подъемах, если ты там мешок хочешь наверх забросить. Очень мало в жизни движений, когда ты что-то поднимаешь в сторону или назад. Кроме того, передняя дельта, она очень сильно работает практически во всех упражнениях для груди, для трицепса, в жиме узким хватом, в жиме широким хватом, в жиме на наклонной скамье. Во всех жимах вертикальных передняя дельта несет на себе значительную нагрузку. Поэтому, как правило, она получается переразвитой. И, соответственно, нам нужно, начиная тренировку с задней или средней дельты, чтобы плечи получились красивой квадратной формы, чтобы все три пучка были развиты пропорционально и симметрично. Юр, неужели традиционная методика не учитывает данную тенденцию? Дело в том, что трагедия заключается в том, что согласно литературе по бодибилдингу и согласно, может быть, какой-то легенде, в которую верят все бодибилдеры, это то, что вертикальные жимы – это хорошее, может быть, наилучшее упражнение для развития всех трех пучков дельты, что это как бы база. Что вот вы делаете жим из-за головы или жима груди или жим гантели, но если вы делаете именно жим, то это хороший обед для всех трех пучков дельтовидной мышцы. Эта фраза еще принадлежит Шону Рэю, что жим, сидя, гантели – это обед для всех трех пучков. Может быть, это, конечно, и обед для всех трех пучков, только 90% съедает передний пучок. И на практике, работая с огромным количеством спортсменов, я выявил проблему, что многие начинают тренировать плечи исключительно жимами, думая, что это база, что это решает вопрос тренировки всех трех пучков. Соответственно, о разводке уже это что-то, ну, хочешь – делай, хочешь – не делай. Второй момент – жиму отдаётся слишком много ресурсов. Вот после того, как вы выполните 3-4 разминочных подхода в жиме, потом еще 3-4 рабочих сета, в принципе, уже можно уходить домой. Ты уже не сможешь дать интенсивную, эффективную тренировку для всех трех пучков дельтовидной мышцы. Получается, ты используешь принцип приоритета, то есть начинаешь тренировку именно с тренировки и так наиболее развитой передней дельты. А ресурсы все съедаются, и уже не остаётся сил для тренировки заднего и среднего пучка. А как же пример бодибилдеров, которые накачали свои плечи, используя классическую жимовую схему? Это как раз и есть те счастливчики, о которых рассказывал Юр. А теперь подумай о тысяче атлетов, которые так и не смогли исправиться с этой хилой дельтой. Доказано на практике, что от жимов дельта растут плохо, а от махов раздувают гораздо лучше. Юр, мне знаешь, что интересно? Ты говоришь, что упражнения на среднюю и заднюю мышцу нужно будет выполнять в определенной технике, иначе нагрузка будет похищена другими мышцами. Это что всё значит? Ну, сейчас мы на практике лучше всего рассмотрим с Мишей и с тобой подделаем те или иные упражнения. И сразу всё почувствуется. И я объясню и с научной точки зрения, и с анатомической точки зрения, и с практической точки зрения. А вы полюбуйтесь. Освоение техники тренировки плеч, которая заставит расти именно средний и задний пучок дельты, и даст вам вот такую вот форму, которую вы сейчас видите, следует начинать с очень маленьких весов. Поэтому, как бы для тебя это не было смешно, я знаю, что ты работаешь с гантелями более чем по 30 кг в махах, но тебе придётся смириться и взять гантели по 3 кг. Начинаем с правильного выполнения. До локтевые суставы поднимаются не выше, чем плечи. Попускаем вниз. Внизу руки практически прямые, вверху они чуть согнутые. Движение напоминает тягу штанги. То есть это наполовину тяга, в общем-то, гантелей, наполовину тяга штанги. Наполовину разводка, наполовину тяга, я бы даже сказал. Вот, хорошо. Значит, основные ошибки, которые бывают. Это перенос нагрузки на передний пучок. Поднимаем. И вот мы чувствуем, передний пучок работает больше, чем остальные. Перенос нагрузки на задний пучок. Когда у нас закручены, заломаны сильно локти вперёд, даже ещё сильнее некоторые делают вообще вот так. И думают, что они тренируют средние пучки. Давай, давай. А работают задние пучки. И, наконец, я считаю ошибкой попытку поднимать гантели исключительно медленно. Покажи, правильно, но медленно. Так вы никогда не сможете поднять большие веса и накачать себе дельты. Хочешь, чтобы силовые показатели стали расти, начни делать слишком правильно. Ещё одна ошибка – это подъём локтей слишком высоко. Подними максимально, как ты можешь. Не-не, без поворота. Вот именно локти. Вот так. Слишком большая амплитуда. Явно работает трапеция, чувствуешь? Как будто бы при тяге узким хватом. И работает. Теперь давай попробуем взять вес побольше и показать рабочий стиль. Правильную технику. Ну, ещё и… Ну, давай двадцатки, если можешь. Потом пригласим всё то же самое, проделаем с Артёмом. Начинаем как бы вот так. И вот, это обычная техника для Миши. Хорошо. Ставим. Вот таким практически образом ты и работаешь со своими тридцатью килограммами, да? Хорошо. Теперь попросим то же самое испытать на своей шкуре Тёму. Тёма, давай, начинаешь с самых маленьких. Это троечки. Прямые руки. Сначала попробуем правильную технику. Вот так. Смотри, твои локти буквально на сантиметр-полтора выше, чем кулаки. Видишь? Опускай прямые руки вниз. И опять такая наполовину тяга, наполовину разводка. Вот здесь кисть напряжена. То есть нельзя сгибать её вот так. Да-да-да-да-да. Продолжай. Прямые. Вот сделай так раз десять. Скажи, чувствуешь ли ты плечи? Средний, средний пучок. Уже чувствуешь? Уже чувствуешь, да? Да. Теперь мы покажем обычные ошибки, которые делают люди, которые приходят в зал. Обычная ошибка. Они поднимают руки. И вверху вот так выворачиваются у них руки. Это обычная техника. Ага. Вот так вот. Чувствуешь, что другие ощущения пошли? Да, работает спина уже где-то там. То есть я предлагаю... Да, вот это вот. Да. Если честно, вот этот секрет, что локти нужно держать на два сантиметра выше, чем кулаки, это мне его раскрыл Александр Боченко. Человек, который обладал просто невероятными плечами по объёму. У него одно плечо было, наверное, как и весь. Почувствовал плечи? Да. Я сегодня замочиваю тему. Ещё одна ошибка. Высокий подъём приносит нагрузку. Полная амплитуда. Это локти высоко, да? Да. Полная амплитуда, казалось бы, так популярная в залах. Традиционная методика это делать всё с максимальной амплитудой. Переносит нагрузку вот сюда. Чувствуешь? Да, чувствую. То есть плечи начинают работать. Меньшая трапеция, наоборот, больше. Поставь гантели, отдохни. Вот. Ты человек, который просто вот свеженький зашёл, да? Да. И попробовал. И вот, соотносительно тех пунктов, что я описывал. Понял ли ты, что такое, когда одна мышца крадёт нагрузку у целевой мышцы? Да, да. Вот это очень стало понятно. Что перерабатываешь, уходит на спину, уходит на трапецию. А дельта не работает. Вот. Таким образом, вы просто точно так же, как Артём, возьмите гантели и попробуйте делать это движение не так, как обычно вы привыкли, привычным образом. Попробуйте именно строго в определённой технике. Но точно такие же предостережения я хотел бы сделать и по поводу тренировки заднего пучка. Но нам понадобится скамейка. Ну что, сейчас мы покажем вам заднюю дельту, чтобы вы понимали, о какой мышце идёт речь. Она видна сзади, в позициях сбоку и в позициях сзади непосредственно. Если поднять руку, мы видим сзади на плече заднюю дельту. Сейчас мы поговорим о строго определённой технике. Сначала мы сделаем разводку лёжа на животе. Руки идут немножко назад и опять вместе сводятся. Ну, может, не до такой степени, но немного руки отводятся назад. Это очень частая ошибка. И в результате всего этого также все люди обычно стараются поднять голову, потому что считается более правильно делать всё упражнение с прямым позвоночником. Что нам это даёт? Подъём головы напрягает верхний участок спины. Сведение лопаток даёт перенос нагрузки из дельты на трапециевидную мышцу. И опять-таки отведение локтей назад, включая трапециевидные и широчайшие мышцы. Вам это не напоминает тягу по проводу двумя руками? Достаточно похожие движения для широчайшей мышцы. Теперь попробуем сделать то же самое, только опустив голову и разводить гантели немножко вперёд. И вниз в полной амплитуде, и вниз. Вот сделай так 10 раз. И скажи, чувствуешь ли ты, что нагрузка перешла на задний пучок? Я вижу, что визуально у тебя заработали плечи, а не спина или трапеция. Взять двадцатку, положить лицом его в студию. Лицом, да. И теперь поделай так, чтобы ты на заднюю дельту почувствовал, выводя руки максимально вперёд. Всё, давай теперь я тоже покажу. Раньше, подержи скамейку. Раньше тоже делал вот так. И чувствовал в основном спину, и тоже поднимал голову. Оказалось, нужно опустить голову и делать... Есть такой вариант. И есть вариант... Любимый вариант Арнольда с выведением предплечей вперёд. Но я чётко чувствую именно заднюю дельту сейчас, как она работает. У Арнольда плечи были, он не блистал вообще? Ну, не блистал, но тем не менее, он тоже давал советы. Если, говорит, плечи не растут, берите максимальный вес и делайте с короткой амплитудой. То есть секрет этот, он знал, что надо делать, если жимы не помогают. Но он им не поделился широко. Жима Арнольда не оправдались? Жим Арнольда нет. И он честно написал, что не жим Арнольда самое эффективное упражнение, а амахи частичной амплитудой. Поэтому, если вы не верите мне, вы можете поверить хотя бы Арнольду. А теперь на большую сцену выходит Артём. Сначала сделай, как обычно выполняют в залах, разводку руками назад, вот, голова поднята. И ты должен почувствовать, если учитывать анатомию, что работает больше спина, плечи работают меньше. Теперь попробуй перестать поднимать гантели так высоко. Поверни немного руки. Вот так? Ну, не так, вот так, да. Чуть согни руки и начинай махи вперёд, как бы. То есть, движение, при котором плечо, рука будет перпендикулярно телу. И попробуй почувствовать разницу. Чувствуешь ли ты её? Да. Вот сейчас чувствую. Отлично. Горит. Всё, заработало. Я идеально выполнил технику. Всё горит. Давай. Юра, в итоге, можешь ли ты гарантировать, что твоя система эффективнее, чем все остальные? Я в течение 20 лет нахожусь в поиске наиболее эффективной системы, наиболее эффективного способа тренировать именно дельты, именно плечи. И могу сказать, что это самое эффективное, что мне удалось компилировать. То есть, те приёмы, которые действительно давали результат на практике, и мне, и другим спортсменам, все собраны в этой системе. Ну, на самом деле, я был бы рад, если кто-то ко мне, вот какой-то специалист, какой-то выдающийся тренер со мной свяжется и скажет, Юр, вот я знаю способ, и лучше тренировать плечи. И я попробую, и действительно будет лучше. У меня хватит смелости признать, что эта система ещё более эффективна. Но пока такого этого не произошло. Но ещё знаете, что, ребята, не судите по мне и по моим дельтам. Я обычный дридж, и даже Миша, в принципе, ещё пока обычный дридж. На соревнованиях по бодибилдингу, к моему изумлению, ко мне подходили бодибилдеры с такими дельтами, как моя голова, и даже больше. И жаленую руку говорил, Юр, твоя система мне очень помогла, она действительно работает. И после этого я убедился в том, что не стоя сидеть по одному человеку, нужно проводить масштабные исследования, и я собрал очень много отзывов. Поэтому пробуйте, задумайтесь. Возможно, кто-то среди ваших друзей или знакомых, точно так же, как и я, в своё время безуспешно тренирует плечи и не получает результат. Человек теряет своё время, может быть, даже травмируется, теряет своё здоровье. Поделившись этим видео, вы поможете накачать плечи безвозмездно, так же, как и я сейчас помогаю вам, всем своим знакомым. Задумайтесь над этим. Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам накачать себе классные плечи, постоянно прогрессировать в ваших тренировках, совершенствоваться. И успехов во всех ваших начинаниях. Пока, друзья. Тебе нужен тренер с огромным размером стажа. Ну да. И тебе он подробно расскажет, как... Друзья, в итоге могу сказать, что, по моим ощущениям, система работает. Средняя и задняя дельта прокачались, даже с такими маленькими весами. Вот эти вот упражнения вообще супер классные, мне понравилось. А, многие из вас знают, что на своём канале я делаю видео о основании научных фактах. И сам я люблю очень всякие эксперименты. И вот эксперимент с дельтами мне очень понравился. Юре, спасибо, всё было классно, встреча офигенная. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok